Болгарская Варна. Раннее утро. Через каких-нибудь полчаса улицы заполонит пестрая толпа. Туристы, школьники, спешащие на работу местные жители. В их компании мы проведем один день. Варна, возможно, самый известный у нас болгарский населенный пункт. Мы знаем его уже 50 лет. Но в отличие от солнечного берега или находящихся в 15 километрах золотых песков, Варна не только город-курорт. Точно так же это город-труженик и город-порт. Здесь развита промышленность, а большинство из 300-тысячного населения не курортники, а люди, живущие тут круглый год. Итак, раннее солнечное утро. Я иду по центральной пешеходной улице Варны. Вчера вечером она была совершенно заполнена. Сегодня пустынно. Кафе уже работает, но постояльцев нет. Все-таки еще действительно слишком рано. Тем не менее, в этом месте очень хорошо заметно, что Варна это и туристический, и деловой центр Болгарии. Итак, посмотрите, всего один, но очень явный пример. С одной стороны, ларек с прессой. Там, где торгуют новостями, там, где торгуют информацией, несомненный атрибут делового города. С другой стороны, раннее утро и уже работает ларек с мороженым. Что это как неявный признак курорта? Жизнь в крупном городе по сравнению с жизнью на курорте в чем-то привлекательнее, а в чем-то нет. Здесь больше суеты, людей и машин. Тут трудно жить отшельником. С другой стороны, городская цивилизация с ее многочисленными магазинами, кафе и сферой услуг отлично дополняет комфортные пляжи Черного моря. А море здесь самое настоящее. А цены в Варне на все, от еды до развлечений, не курортные, а куда более умеренные. В Варне новый успешно соседствует со старым. Гигантский флаг Евросоюза не может закрыть целиком памятник болгаро-советской дружбе. А вот чайка – самый престижный комплекс социалистической эпохи. И самый свежий пример – новое здание аэропорта. Город встречает гостей по мировым стандартам. Варна напомнила мне ящик письменного стола, в котором вроде бы беспорядок, на все родное и, в общем-то, на своих местах. Чтобы подтвердить или опровергнуть это ощущение, мы пошли в гости. Нас пригласила москвичка Юля, которая покинула на время российскую столицу и обосновалась именно здесь, в одном из новых домов Варны, в 10 минутах от моря. Здравствуйте. Добрый день. Заходите. Спасибо. Юлина квартира на третьем этаже, окна во двор. Площадь невелика, примерно 55 метров, включая балкон. Но Юли вполне хватает. Впрочем, пусть расскажет сама. Болгарию сразу выбрали. Родители поехали сюда отдыхать и практически сразу влюбились в эту страну и решили уже однозначно, что здесь нужно покупать недвижимость. Варна считается курортным городом, очень старый город с историей. Плюс очень зелено, потому что северная часть, она более зеленая, чем южная. Вот. И здесь как-то больше понравилось, и поэтому решили все-таки в Варне брать. Плюс все коммуникации, все, что крупный город может предложить. Магазины, развлечения, рестораны, все что угодно. Как бы все это здесь есть. Не нужно знать английский, чтобы здесь жить и как-то устроиться. Это очень большой плюс для моих родителей, которые, например, не владеют языками. Изначально, когда в квартире были только стены, не было ремонта, мы заказали ремонт в нашем агентстве. И помимо ремонта, там же мы заказали, ну, через них, скажем так, заказали мебель. То есть они полностью поддержку осуществляли в этом вопросе, присылали различные варианты мебели. Мы говорили, что мы хотим. Они нам присылали в ответ на это ссылки. Мы уже выбирали среди того, что нам предлагается. И они привозили все, расставляли. Не могу сказать, что это было трудно. Достаточно быстро мы освоились. То есть буквально пару приездов, уже третий приезд, уже ощущение, как к себе домой приезжаешь. Когда едешь к себе домой, то понимаешь, что тебе надо будет убираться, тебе надо будет готовить, тебе надо будет стирать, тебе нужен стиральный порошок, тебе нужны там средства для мытья посуды, еще что-то. И вот это, оно как бы все-таки сильно влияет, и ощущение совершенно нетуристическое. Россияне охотно обосновываются в Варне еще и потому, что здесь действительно нетрудно жить. Знакомые вывески, местные жители даже если и не говорят, то точно понимают по-русски. Даже магазины есть русские, целая сеть. И главное, все время наталкиваешься на приятные детали из недалекого прошлого. Их много в Варне. Боюсь ошибиться, но кажется нечто подобное. Я видел только еще в свои школьные годы, году так в 87-88. Не скажу, что вода как-то особенно вкусная, но сама атмосфера впечатляет до нельзя. Варна для российских покупателей недвижимости все-таки не главный центр притяжения. Повторюсь, в России ее знают, но курортные поселки привлекают все-таки больше. Вместе с тем это очень приятный, спокойный и душевный город для тех, кто ценит настоящее и не отказывается от прошлого. Субтитры подогнал «Симон»!